Приветствую дорогие друзья, наши зрители и подписчики. Я Петр Кузнецов, основатель интернет-портала «Сильные новости». Мы с вами на проекте «Сильный разговор». Сегодня у нас в гостях уникальный, по моему мнению, человек. Гомельчанин Юрий Воронежцев был депутатом Верховного Совета СССР, при том он был избран туда на последних в истории этой страны выборах и на первых демократических выборах в истории нашей новейшей истории. Он работал за ответственным секретарем комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. После этого он активно участвовал и до сих пор участвует в политической жизни Республики Беларусь. У нас сегодня очень много вопросов, которые мы попробуем обсудить. Оставайтесь с нами, будет интересно. Приветствую, Юрий Иванович. Доброе утро. Юрий Иванович, я хочу начать с такого вопроса. Вы патриарх. Вы чувствуете себя патриархом? Ну, знаете, вообще-то в душе нет. Когда в зеркало посмотрю утром, да, патриархом. Да, я как раз скорее не о зеркале, я как раз скорее вот об этом ощущении, о том, что на вашу жизнь, на вашу активную работу и деятельность пришлась смена нескольких эпох. Советский Союз как империя, Советский Союз как распадающийся геополитический проект, независимая и пытающаяся стать демократическая Беларусь. В конце концов, то, что мы имеем. Знаете, вот ощущение, что я прожил несколько жизней. То есть вот был советский период, когда занимался наукой и не думал о политике. Кто о ней тогда думал? Потом был период, о котором вы сказали, скажем, очень бурных, драматических перемен. И потом вот наше время, когда тоже вроде как перемены куда-то идут, но куда не понятно. То есть да, но насчет патриарха, знаете, я думаю, что у нас впереди еще что-то будет. Вот когда мы пройдем вот еще очередной этап, тогда да, наверное, я буду патриархом. То есть, ну чувствуется, что что-то назревает, что-то может быть еще. Ну да, потому что, ну как раньше, вот во временном перемен говорили, что дальше так жить нельзя. И все больше и больше людей это понимают. И действительно мы застряли. Движение, к сожалению, идет, ну куда-то мы сползаем в нехорошее место. Мы именно сползаем. Да-да-да, сползаем, сползаем. Но вот это вот необратимое движение вниз. И люди это ощущают, это люди ощущают по своей жизни, по реакции властей на то, что происходит. И я думаю, что это, ну это чувствуют все. Ну а сами власти, как вы думаете, ощущают это? Знаете, я не хочу себя подставлять, чтобы вот чисто откровенно сказать в тех выражениях, которые у меня в связи с этим рождаются. Да, и вас не хочу подставлять, как это помягче. Да, и это видно вот по, очень мягко я скажу, по неоднозначному, так сказать, неоднозначной нервной реакции наших высших властей, нашей самой главной власти на то, что происходит. То есть, да, я думаю, что это чувствуют и это знают. И я думаю, что кто-то из чиновников даже готовит себе какие-то другие запасные аэродромы. Ну вот Лукашенко не так давно, кстати, будучи в Добрыше, сказал в выступлении про то, что сейчас у него финал политической карьеры. То есть, он про себя и Путина говорил, сказал, что нам ли ломать эти отношения на излете нашей политической карьеры. То есть, на окончании нашей политической карьеры. Это тоже какой-то, наверное, оговорка по Фрейду или просто его так, как политика, красивая фраза. Есть, конечно, малейшая надежда на то, что он, как Борис Николаевич в свое время скажет, тот перед Новым годом, а этот, я не знаю, там, перед Пасхой, да, или перед каким-нибудь другим праздником скажет, что, дескать, я ухожу. Но это, наверное, один шанс из тысячи, который он может дать нашей стране, нашему обществу. Я не знаю, что он имеет в виду окончанием или закатом своей политической карьеры. Солнце садится медленно. Так что, я думаю, мы еще, по крайней мере, одну каденцию будем иметь, то, что имеем, того, кого имеем. Или он нас, не знаю. Тут как карта ляжет. Ну, смотрите, вы ведь были, очень долгое время работали в сфере политтехнологии, то есть, в принципе, активно участвовали в политике, в политической жизни, и сами баллотировались неоднократно, депутаты. Вас можно воспринимать как эксперта. Вот мы сейчас говорим о том, что надежда на то, что Лукашенко сам куда-то уйдет, она очень мала. Надежды на то, что кто-то его может свергнуть, я не знаю, есть она сейчас у кого-то прямо сейчас или нет. Но, тем не менее, 2020 год начался, и мы можем сказать, что начался политический сезон. Явно ведет свою же компанию агитационную Лукашенко, давит на него по вопросу энергоресурсов Кремль. Это тоже всегда происходит, когда у нас выборы. То есть, накануне любой выборной кампании Кремль это делает. Оппозиция объявила о том, что она разработала механизм выбора единого кандидата. И появилась параллельно кампания «Свежий ветер», которая призывает все бойкотировать, все игнорировать, потому что это все не путь, а бороться за какие-то другие пути. У вас есть какое-то мнение или прогноз на вот этот год, как будет выглядеть в конечном итоге эта кампания? И стоит ли белорусам ожидать от нее каких-то изменений? Какой-то, может быть, новой надежды? Либо, наоборот, какого-то такого четкого критерия безнадеги, который для кого-то станет отмашкой, что все, пора валить. Ну, вообще-то, я здесь в этой ситуации, в нашей нынешней ситуации, которую вы обрисовали, скорее пессимист. Если ничего не произойдет экстраординарного, ну, предположим, завтра встречаются упомянутые вами президенты. Президенты в Сочи, правильно, встречаются? Ну, да. Там хорошо, наверное, тепло уже. И если там ничего не случится, то, наверное, все пойдет по накатанной за предыдущие выборы уже колее. И мы будем видеть тот же процесс, ну, как его назвать, выборы, не выборы. Ну, наверное, назовем так условно выборы, чтобы нам проще было. И без всяких изменений. И, по-моему, гайки будут закручены. И об этом свидетельствует предыдущая кампания, которая была в прошлом году, которая тоже назовем выборы, условно, в так называемый парламент. И мы видели, что не в комиссии не допустили людей, которые могли бы там что-то не то сделать и не то сказать, чтобы было прописано в сценарии. И тем более не были пропущены никто из оппозиционных кандидатов в парламент. Хотя, я думаю, мои друзья из оппозиции не сильно на меня обидятся, если я скажу, что вот из того списка, который был представлен, из тех людей, которые баллотировались на прошлых выборах. Если бы даже они были справедливые и честные и все там нормально считали, то прошли бы, наверное, единицы. Потому что, к большому сожалению, многие, да большинство кандидатов, которые бы выставила оппозиция, они не соответствовали тем критериям, которые нужно соответствовать для того, чтобы попасть в парламент. Это мы вот сейчас говорим про прошедшие парламентские выборы, о том, что кандидаты под оппозицию были слабы. Да, и некоторые говорят, знаете, вот, ну, как это, выражение, там, рок-н-ролл умер, да? Ну, про оппозицию еще рано так говорить, как и про рок-н-ролл. Ну, крайне слаба, и, ну, я и на свой счет это тоже, вот эту свою критику, самокритику принимаю. Поэтому что-то сделать, что могло бы переломить вот этот ход и нашу вот эту машину ржавую из колеи куда-то на полянку вывезти, ну, я не вижу, чтобы это произошло. Ну, свежий ветер, ну, я не знаю, по-моему, у вашего канала подписчиков, наверное, больше, намного, чем вот у... У нас с каналом случилась беда, нам пришлось новый завести, поэтому у нас было больше, а сейчас, наверное, меньше хотят. Может, уже и больше. После нашей передачи будет больше. Хорошо. Вот. Я думаю, что, ну, да, я знаю людей, лично знаком с теми, кто раскручивает вот это новое направление, но, опять же, ресурсов мало, идеи есть, но вот давайте выйдем на улицу и спросим. Ну, это мой всегда спекулятивный прием. Давайте выйдем на улицу, ну, не только мой, и спросим у людей, кто это знает, да, вот. Вряд ли кто-то знает. Ну, а идея Праймерис, которая выдвигается и тоже раскручивается, ну, это тоже очень интересно. Ну, опять же, на меня могут обидеться, да, и вот сегодня уже напишут, что вот что-то там такое нагородил. Ну, опять же, там, я хорошо знаком с этими людьми, которые все это там делают. Ну, знаете, мне само слово не нравится, термин, потому что оно похоже на анекдот, когда колхозники придумывали название своего колхоза. Я не знаю такого. Ну, он не очень цензурный. Ну, мы запикаем. Да, ну, когда создали колхоз и начали придумывать, ну, вот, как там, ну, красное знамя есть уже, вот, там, имени Ленина, да, уже штук десять, то есть здесь колхозник встает, такой самый алкоголик, пьяница, вот, говорит, а давайте назовем его имени Лопе де Вега. А почему? Говорит, да уж больно твою мать похоже. Вот, то есть, ну, эти для... Это цензурные, а не в ДОТ, на самом деле, конечно. Хорошо. То есть, вот, скажем, иностранные термины, которые понятны, ну, вот нам понятны, понятны, и мы знаем, что это такое, мы знаем, что это вещь полезная, что, да, в Соединенных Штатах, в других странах проводятся вот такие вот штуки, но для большинства народа населения, наших соотечественников, это звучит как-то вот, как Лопе де Вега, да, вот, что они там придумали, такое, ребята. Ну, это, 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 что касается термина. Что касается самого процесса, ну, опять же, это, он взят по взаимствам, мы знаем, ну, из той же американской практики, в первую очередь. Ну, там работают колоссальные по силе, по мощи партийные машины, и, ну, мы знаем, как это все происходит, и вот эту модель на нашу почву, ну, очень, очень будет трудно, ну, я знаю, было уже несколько попыток вот в прошлые годы это организовать, то есть, ну, праймерис, кокус, там, еще что-то, то есть это, это, это сложно, потому что, ну, партии у нас, они, извините за грубое слово, практически сдохли все сейчас, и как это будет организовано, я не знаю. Ну, и вот я, насколько я знакомился с повесткой, с которой будут идти эти предполагаемые кандидаты, она, скажем, не направлена на расширение приверженцев вот этих идей, а идеи там, насколько я понимаю, это демократия, это очень хорошо, национальное возрождение, и что-то там еще третье, забыл, ну, тоже что-то в этом духе. То есть, есть два полярных метода, или ты продвигаешь свои идеи, и пытаешься как-то донести их до как можно большего количества людей, или ты стараешься расширить свое влияние как какой-то партии, как какого-то движения. Вот то, что делает «Говори правду». Я, ну, причастен к развитию, так сказать, этого движения, но, опять же, не знаю, он обидится на меня, «Говори правду, нет, идеология». Да, ну, это, по-моему, вообще не секрет ни для кого. Идеологии нету, там есть вот такое… Мы придем к вам, и в вашем дворе решим ваши проблемы. То есть, нужно час там, или же надо час. Это вот второй подход, когда, скажем, популярность среди населения, там, партии, движения, она вот расширяется таким образом, и политические кампании типа выборов как раз вот используются. Ну, это имеет, так сказать, под собой, это имеет определенный смысл. Или мы имеем идеи, вот то, что собираются нам вот люди, которые объединились сейчас, будут выдвигать единого, или продвижение вот этих идей. Потому что то, что они двигают, в принципе, особо не волнует людей. Да, да. И вот если мы возьмем результаты соцопросов, а как ни странно, все-таки, несмотря на то, что НИСЭПи выгнали из страны, делают. Вот интересные результаты соцопросов, вот есть такая структура MI AI Research. Вот они делают, я считаю, достаточно объективные опросы. Ну, и служба Андрея Варда-Мацкого тоже. То есть, если мы смотрим вот рейтинг проблем, которые волнуют наше население, особенно, когда идут открытые вопросы, то есть, когда люди сами пишут, что их волнует, а не там заранее список, то на первом месте стоит это чисто экономические дела. То есть, это низкая зарплата, это рост цен, ну, мы знаем, медицина там и так далее, то есть, связанная с жизнью. Поэтому, вот, знаю, все-таки физик, вот если использовать, скажем, физические какие-то величины или приемы в политике, вот если мы нарисуем гауссовое распределение, я не знаю, там, в школе сейчас изучают, наверное, уже, ну, то есть, здесь отложим количество людей, а здесь, скажем, их ценности, и будет вот такое, да, вот такая кривая. На экономике. Да, и вот как раз центр, вот этот горб, это как раз те, та повестка, которая вот сейчас предлагается объединяющимися вокруг единого кандидата, это вот этот хвост, ну, наверное, правое. И, да, ну, я тоже лично разделяю, там, многие позиции, но я прекрасно понимаю, что это будет работа среди своих. То есть... Ну, вот, бурную дискуссию, в принципе, как бы одностороннюю достаточно дискуссию, то есть, более-менее одно мнение мне приходилось читать, хотя от разных людей вызвала публикация доклада Европейского банка реконструкции и развития. То есть, там общая мысль, общий посыл такой, что Беларусь, она сейчас достаточно развитая страна в смысле условий для жизни, для жизни населения и с предпосылками для развития экономики. Но есть одно но. Если прямо сейчас Беларусь возьмется реформировать институты, то есть, политическую сферу, значит, парламент, вот, местное самоуправление, СМИ, суды и так далее, то ей, ну, развитые страны Запада придется догонять лет 13. А если не возьмется реформировать и без этих реформ, тогда придется догонять по уровню развития от 40 до 100 лет. Притом, как бы, будет это 40 лет или 50 лет или 80 лет, зависит от того, когда реформы институтов все-таки начнутся. То есть, краеугольный момент дальнейшего развития нашей страны, по мнению экспертов этого банка, он в доверии людей к институтам власти и управления. Вот. Это я к тому, что все-таки те ценности, о которых говорит оппозиция, на самом деле, как бы, и о которых не говорят обычные люди, они имеют первоочередное влияние на как раз развитие вот этих условий для жизни, экономики, значит, и вот всего остального, что волнует обычных людей, о чем вы говорите. Может быть, оппозиция все-таки, как бы, права, но действует не какими-то не теми методами? То есть, как увязать интересы людей с тем, что на самом деле нужно делать? Знаете, если бы я знал, я бы тоже президентом баллокировался. Да. Хотя нет, мне по конституции нельзя, я не там родиться. Ну, а если серьезно, то, конечно же, вот те идеи, да, вот, которые в галуссовом распределении в хвосте, они при их реализации, ну, не все, конечно, там, со многими я не согласен, но большинство, конечно, из них, да, то есть это экономическая целесообразность, то есть прекращение, вернее, не прекращение, а сокращение роли государства в экономике, это развитие бизнеса без давления сверху, то есть настоящего, они нет только прикрытного, ну, опять же, так грубые термины используем, ну, и так далее, и так далее, можно много перечислять, что в экономике, ну, в политике здесь это тоже ясно, все лежит на поверхности, это сменяемость власти и выборность власти, это то, чего нет, и, конечно же, вот вы сказали местное самоуправление, я напомню, что, к большому сожалению, Беларусь единственная страна в Европе, вот, осталась, которая не подписала, не ратифицировала европейскую карту местного самоуправления, и, конечно, если все эти реформы будут проведены, да, будет, наверное, сначала трудно, но потом, знаете, я думаю, что Беларусь догонит, по крайней мере, страны восточной Европы, очень быстро, я, кстати, согласен, абсолютно, потому что у нас сохранен потенциал и интеллектуальный, скажем, ну, белорусы хорошие, умные люди. Ну, вот об этом в докладе идет отдельной строкой, что если не проводить эти реформы, о которых говорится, то отсутствие доверия власти, институтам власти, которые не реформированы, будет одним из главных катализаторов для отъезда квалифицированных сотрудников из Беларуси, для трудовой миграции из Беларуси. То есть этому потенциалу, о котором вы говорите, есть угрозы тоже. Да, и мы видим это и по статистике, да и по своим знакомым. Знаете, я как-то вот сидел дома, делать нечего было, и прикинул, кто из нашего ближнего круга, да, вот чисто вот нашей семьи, знаете, нет такой семьи, где не было бы людей, молодых, умных, образованных, которые уехали бы, не уехали бы на Запад или в Россию. Которые в Россию едут в основном в Питер, в Москву. То есть это, скажем, те островки России, которые, ну, цивилизованные и ближе к европейскому типу. Власти это понимают, кстати. Но ничего не делают. Ну, кое-что вот, вот заметьте, вот тот же этот ПВТ, да, куда приезжал этот, был недавно. Вот интересные цифры, я не помню, сколько там людей работает, ну, наверное, немножко меньше, чем в колхозах, да? Меньше, меньше, да. но тем не менее, вот валютная выручка, экспортная выручка ПВТ составила всего там в два с половиной раза меньше, чем от всего сельскохозяйственного экспорта. Знаете, это фантастика. Ну, вместе с тем, Лукашенко сказал, что отсрочек теперь не будет студентом белорусским, кроме аграриев. Вот если аграрий хочет работать в колхозе, зачем его в армию тащить? Ну, знаете, это вообще вопрос, опять же, я когда-то участвовал в одном исследовании, вот, кстати, можете посмотреть для интереса, наши топ-менеджеры вертикали, да, вот. Но они аграрии, что вам просто? Они, они 90%, это аграрии, это выходцы из села, я ничего не имею против, но знаете, я вспомнил, не помню ничего из речения, что воздух города дает свободу. Да. Вот, то есть, люди, которые выросли в селе, и вот они видят, да, вот это вот твои родители, рядовые колхозники, а вот это бригадир, вот они уже вот там получше, а это вот главный зоотехник, а вот это председатель колхоза, это вообще величина, а вот если кто-то приезжает там из района, это уже все. И надо быстро убраться везде, сделай чисто. И вот это вот, ну это, 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 вколочено в голову, может быть, это и хорошо, я не знаю, но когда 90% топ-менеджеров страны вот с таким менталитетом, это уже, это уже, это уже, я считаю, это уже плохо. и плюс, естественно, образование, знаете, вот когда индустриально развитым регионом постоянно руководят люди сельскохозяйственным образованием, ну это, наверное, тоже неправильно. Немножко перекос. Ну ладно, я хочу вот еще такую вещь спросить, мы немножко просто ушли, а там был очень интересный момент, вы говорили о том, что мы сейчас вот от аграрьев, которые во власти, то есть от низкого уровня кадров, которые во власти, ну не низкого, а ненадлежащего, скажем так. Несоответствующего моменту, Вернемся обратно к тому, о чем говорили, просто чтобы этот вопрос с президентскими выборами уже закрыть и пойти дальше. Вы говорили, что большинство кандидатов в депутаты, которых выдвигала оппозиция, слабые, и на честных выборах бы проиграли. А вот те кандидаты, потенциальные кандидаты в президенты, которых сейчас оппозиция готова рассматривать как единых, из которых готова выбирать единых, если отбросить как бы вот все наши там мифы, то есть предпочтения фейсбучные, как мы читаем фейсбук, нам один симпатичен, один не симпатичен, а посмотреть реально с точки зрения либо избирателя, либо эксперта. Кто-то из них может в условиях даже суперчестных выборов, как они говорят, надо там Ермошину убрать, там честные выборы объявить, действительно побороться в электоральном смысле на честных выборах вот с действующим главой. Давайте рассмотрим стандартные критерии, которым должен соответствовать кандидат, даже не президент, а даже где-то помельче, в парламент. Но это, учитывая, что наше население в основном личностно ориентировано, это должна быть очень сильная харизма. То есть вот такая, как у Лукашенко, да, была. Вот такое еще и поискать. Ну, вот это надо поискать. Или подождать, пока у него немножко будет. Потом должен быть какой-то бэкграунд, который понятен большинству населения. И здесь же опять у нас народ так, ага, смотрит биографию, да, вот он занимался тем-то, 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 вот, а почему он ничем никем не руководил, да, вот это вот плохо, да, почему он там не был каким-то человеком, который приобрел опыт руководителя. Дальше, естественно, должна быть какая-то должна быть команда, которая входит в систему ресурсов. Да, вот я считаю, что ресурсы, мы знаем, да, по классике, что это там время, деньги, люди, главные ресурсы. идеология там. То есть, есть ли ресурсы у особенно человеческих, да, вот у кого-то из этих кандидатов их нет. Я уже говорил о том, что структуры, партии, на которые можно опереться, они сейчас в очень таком плачевном состоянии. Дальше... Харизмы нет, структуры нет, идем дальше по списку. Идем дальше. Чего нет? Дальше. Команда экспертов. Должна быть очень мощная команда экспертов, которая подсказывает, которая ведет этого кандидата. У нас, к большому сожалению, вот из тех людей, которые там представлены, все там не читатели, а писатели. я не думаю, что они будут как-то сильно прислушиваться к мнению экспертов. А зря. А зря. Вот я считаю, феноменальный успех Татьяны Короткевич, электоральный успех, потому что не секрет, что она набрала больше миллиона голосов, в том, что на нее работала команда экспертов. Очень серьезных, я не буду говорить, кто, в том числе и люди, скажем, не из Беларуси. И из девочки, которую не знал никто, за там 3-4 месяца сделали даму, за которую проголосовал миллион. Есть такие эксперты, такая группа экспертов, я знаю, что нет. То есть и это очень плохо. И любой кандидат, тем более президенты, это не просто человек, вот пришел и вот такой, как он есть. Это определенный образ, который рисуют, который делают, лепят из него профессионалы. Вот яркий пример тот же Женевский. Это сделанный образ, сделанный искусственный образ. А какой он на самом деле, никто не знает. Может, кроме жены. И еще, что немаловажно, это поддержка массовых средств информации. Вот это обязательно. И поддержка может быть не напрямую, но и не такая тоже явная, знаете, такая джинса, а лояльность. Лояльность. Вот это можно еще перечислить кучу критериев. Но все плохо. Ну, скажем, каким-то отдельным критерием там есть люди, которые соответствуют, но вот в сумме в крайней мере я не вижу. Ну, может быть, вот, когда начнет процесс развиваться, как-то это все появится, но времени, вот один из ресурсов время осталось сколько там, пять месяцев, шесть. Уходит слоган из нашумевшего фильма 1917. Ну, ну, параллели какие-нибудь напрашиваются, вот, с тем временем, когда вас выбирали в 89-м году Верховный Совет, СССР был, казалось бы, империей, вот только-только-только, да, и то же самое казалось, наверное, наверное, я тогда не выбирал, что ну, нету альтернатив партии, то есть до какого-то момента казалось, вот сегодня кажется, что нету альтернатив системе, потому что мы сейчас посмотрели, что в депутаты шел слабый состав, президенты, то же самое, но вот есть какая-то параллель, может что-нибудь такое же случиться, как тогда, или сейчас совсем другая история? Ну, тогда вот мы говорили там о закручивании гаек в самом начале, тогда вообще никаких гаек вот я вспоминаю уровень демократии в Советском Союзе в позднем да, в самом позднем просто немыслим это можно было ну, я помню, когда вот шла наша выборная кампания с Виктором Корниенко, мы нам звонили звонили в наши штабы с предприятий и просили приехать и выступить и мы приезжали и городили там такое, что я даже скорее не я понимаю, что да, вот в этот момент уже у вас все было демократично, но к этому как-то пришло, то есть до этого все равно СССР был тоталитарной вполне себе империей и какой-то случилась какая-то точка такая где вот что-то начало в системе меняться почему-то может ли что-то похожее сейчас произойти что в существующей системе то есть там визит Майка Помпео например повлияет и Лукашенко там открутит какую-нибудь гайку и кого-то позовут на предприятии выступать Дело в том что система тогда была скажем тоталитарная но не авторитарная то есть нельзя сказать что ну кто имел скажем такую власть безграничную из генсеков как сейчас имеет наш начальник никто никто никогда даже Андропов который пытался что-то сделать нет то есть там было все-таки какой-то коллегиальный орган ну после Сталина никто да да потом была компартия то есть это организация которая пронизывала все общество и Лукашенко кстати понимает опасность то есть это скажем с одной стороны это контроль своего рода вертикаль но это это не та вертикаль которая сейчас то есть это партийные ячейки которые были там даже в детсадах где там из одной воспитательницы там и двух нянечек да состояли и скажем вот эти перемены они назревание этих перемен которые в обществе которые среди непартийного населения и партийного это 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 все передавалось наверх и там наверху люди понимали что вот надо что-то делать потому что иначе все это гафнется и будет намного хуже чем вот какие-то реформы сейчас этого не происходит ну и знаете тогда насколько я помню ну люди были недовольны всем и вот количество людей которые были скажем недовольны тем что происходит в стране ну это было это было абсолютное большинство а тогда было плохо было плохо на физиологическом уровне потому что это я даже помню да ну вот сейчас этого нет сейчас скажем то есть все ворчат все говорят да плохо плохо потому что хотелось бы лучше а в целом так жить можно в целом вот улица забита это я Лукашенко цитирую машинами вот в пятницу в субботу а в пятницу летом попробуйте куда-то въехать после конца рабочего дня в продуктовый магазин большой не пробиться я всегда говорю когда пока я помню пока над дачными поселками будет стоять плотный запах жарящегося шашлыка не надеяться не на что я помню а он стоит еще он стоит и будет еще стоять то есть вот если сравнивать ситуации ну да когда знаете там домохозяйки чтобы купить пачку нормального стирального порошка который стирает нужно было там иметь какой-то блат в магазине или еще что-то ну это 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 невыносимо а бытие определяет сознание это по крайней мере по крайней мере из этого мы выносим очень важную мысль о том что в суверенной независимой современной Беларуси живется лучше и обратно в СССР нам не нужно правильно ну я единственное когда меня спрашивают как ты мастальгируешь еще как я тогда был молодой красивый и все вот сейчас это куда-то ушло вот поэтому да вот по этому поводу я хотел бы туда вернуться вот а так больше ну по этому же поводу даже наше поколение вот 40-летних сейчас ностальгирует уже по 90-м хотя казалось бы куда поганее время ну вот но тем не менее мы так вспоминаем с удовольствием оно было веселое опять же мы были молодые как раз это вот такие были живые да мы чаще всего ностальгируем не потому что было вокруг нас а потому какие были мы и это все субъективно и на личностное преломление все надо заканчивать с политикой и я хочу поговорить спросить вас про вы же смотрели сериал Чернобыль да Юрий Иванович Воронежцев я напомню был ответственным секретарем комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС то есть насколько я понимаю где-то в сериале Чернобыль вы есть то есть не вы а где-то за каким-то столом сидит человек который по идее в то время был и вы были очень близко к этим событиям и вот мы перед тем как записывать сегодняшнюю передачу здесь так немножко горько пошутили что общего между Юрием Ивановичем Воронежцевым и Людмилой Игнатенко женой пожарного Игнатенко это то что они были участниками событий в той или иной степени но при съемках сериала у них даже никто ничего не спросил не использовали ни как консультантов значит ни как источник информации ни как еще что-либо вам понравился этот сериал сериал Чернобыль ну скажем из всего что было снято у Чернобыля художественное документальное до того это наверное для меня наиболее интересный материал хотя в принципе там есть косяки но в целом в целом мне понравился так сказать мне тоже очень понравился ну в принципе всем понравился да но опять же вы не только участник событий изнутри но и свидетель эпохи и времени мы-то этого так не помним как бы как это все происходило но это близко к правде показано то есть можно смотреть и можно и можно чему-то верить да да ну мы смотрим фильмы да вот голливудские про про русский ну я так в общем смысле русский узбеки у них тоже русские там все это нормально представление ну там полно клюквы ну конечно развесиста и все прочее но здесь за исключением нескольких может быть моментов этого не было и самое главное что передана вот атмосфера того что там происходило то мы я работал в комиссии которая раскручивала скажем происходящее тогда и были просто тонны документов тогда еще знаете вот сейчас там вот на такой флешке бумаги а тогда это приходилось все пересматривать перечитывать и иной раз волосы дыбом становились когда там белорусские начальники пишут московским начальникам разрешите нам увеличить дозу допустимую для беременных чтобы они могли вернуться так сказать в свои дома там хойники все прочее все да разрешаем или вот у нас там накопилось много радиоактивного мяса разрешите нам пожалуйста его поставить туда-то туда-то а там поставляли это мясо разбавляли с чистым и продавали за исключением Москвы Санкт-Петербурга и республик Прибалтики почему-то везде это все расползалось по всей остальной территории и вот это вот все ну это знаете столько ужасных просто эпизодов вот в фильме там кое-что из этого фигурирует но скажем на самом деле было еще страшнее то есть говорят вот это вот знаете вот сплошной свинец такое вот нагнетание хуже было еще хуже было ну из самых таких косяков вот что мне не понравилось это там образ какой-то физицы умной ну конечно искусственная это дань времени моды женщины ну да она еще должна была вот быть мулаткой инвалидом идеально сто процентов и лесбиянкой и лесбиянкой да 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 вот тогда вот уже полностью соответствовало бы вот так вот есть вопросы еще да потому что ну большому сожалению не было такой женщины и не было такого умного даже физика хотя нет умные физики были но к ним особо не прислушивались там наверху потому что там народ был такой что имел слабое представление о том что происходит на самом деле ну фильм страшный и ну мне было пять лет на тот момент когда это случилось но я помню некоторые эпизоды я помню что ну мать была мать человек образованный значит она по радиосообщению поняла что происходит и я запомнил что нас неделями не выпускали на улицу она каждые два часа мыла пол значит мы жили за драйными форточками постоянно то есть даже из моего детства немножко это сохранились эти воспоминания но фильм страшный хотя вы говорите что было еще страшнее но ужас тех событий плюс время больше 30 лет привели к тому что вот эта часть истории хотя вы еще живы и не только вы а многие кто непосредственно принимал участие в этом он уже стал маскультом этот сюжет это событие он стал маскультом значит легендой и скорее всего многими молодыми людьми которые не застали многих даже отголосков того времени потому что ну в 90-е мы все равно жили например даже все равно с осознанием этого что это произошло нас возили на оздоровление там призвали гуманитарную помощь сейчас этого всего меньше льготы убирают многие программы сворачивают говорят что земли очистились там радиацию сдуло в общем да и у многих сейчас просто эта историческая память не только сама исчезает но ее старательно вытирают есть такое мнение по крайней мере у меня что ее вытирают о том что эту чистят историческую память об этом событии о том что это было о том что это наша история о том что это так страшно скажите вы как ученые как физик-ядерщик исходя из сегодняшних реалий исходя из сегодняшнего уровня развития этих ядерных технологий можете сказать такое может повториться и перейти уже со страниц фильма вернуться обратно в жизнь давайте возьмем статистику да вот сколько у нас лет коммерческого использования ядерной энергетики ну немножко больше 50 а если массовое строительство реакторов то даже и того меньше и две две глобальные катастрофы фокусин и Чернобыль и было куча эпизодов таких очень серьезных типа в штатах в Тримайла Айленде и так далее я уже не говорю про те эпизоды которые случались да не эпизоды а катастрофы которые случались на хранилищах радиоактивных отходов это и в Советском Союзе в 57-м году и в Венгрии в Пакше на атомной станции которая рядом с Будапештом чудо спасло этот город прекрасный то есть эта технология очень опасна я уже не говорю там о ее дороговизне о грязи потому что никто не знает что делать с отходами их миллионы тонн накопили лучшее хранилище рассчитано на сто лет а период полураспада того что там есть там десятки тысяч ну то есть я не буду об этом говорить то есть может такое случиться или 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 нет я полностью уверен что такое может случиться потому что о чернобыльском реакторе типа РБМК 1000 тоже не помню кто или долежали или Александр говорили они абсолютно безопасно их можно ставить на Красной площади то есть сейчас то же самое да можно ставить на Красной площади но радиоактивные облака сажали над Белоруссией ну то есть я категорически противник развития атомной энергетики и слава богу что в Европе скажем такая ведущая страна как Германия ну это скажем наверное две трети Евросоюза вы знаете что через два года там уже не будет реактора Италия тоже страна там не последняя да в Европе уже там больше 30 лет не имеет реактора и реакторов и так далее да даже такие страны которые сидят на атомной игле такие как Франция они имеют программу вывода реакторов и в принципе это будет тоже безъядерная страна но другое дело там не через два года может через 20 и сейчас для того чтобы хотя бы воспроизводство элементарное воспроизводство имеющихся реакторов в мире обеспечить нужно там каждые 2-3 недели запускать реактор потому что дело в том что большинство из имеющихся работающих сегодня реакторов они уже близки к выработке своего ресурса их будут закрывать 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 а новые строят кто сейчас строит Россия Китай Бразилия Индия то есть страны где опять не хочу эти страны бежать где человеческая жизнь ценится ну наверное не так как в развитых европейских странах и здесь мы тоже понимаете бедная страна а то что мы бедные но это к сожалению очевидно строят за чужие деньги за кредит атомную станцию при этом имея скажем генерирующих мощности об этом же нигде не пишут с полуторанным запасом то есть вот мы в прошлом году вот до этого мы немножко импортировали электроэнергию но и экспортировали тоже но импортировали в тех случаях когда была более простая логистика и в то же время продавали в прошлом году уже случилось когда экспорт превысил импорт и генерирующих мощности вот можно сесть посчитать полтора раза больше у нас вот если все их задействовать чем то что нам нужно вот чем дело у нас теперь есть еще и АЭС ну вот будет АЭС но у нас что у нас там обещали коровники электричеством уже проектируются дома где будет чисто электрическое отопление уже ну про электробусы вообще не говорю которые в 3-4 раза дороже один из них чем простой автобус и так далее ну это трудно ну понятно для чего это происходит почему это происходит это абсолютно иррациональный подход это ну вот мы говорили про Советский Союз вот у нас с вами ностальгия так сказать чисто по тому как вы сказали какими мы тогда были а здесь ностальгия по тому какой он был и вот когда человеку попалась вот страна да небольшая хорошая компактная с законопослушным спокойным населением из нее делается Советский Союз маленький как в анекдоте украинском тихо для СЭБ да ну а что все остальные атрибуты вертикаль уласти есть колхозы есть государственное в основном собственность на средства производства основных предприятий есть пятилетки вот это вот народное собрание есть да 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 есть что там еще ну флаг спутник спутник у нас летает летает полетел не с первого раза но полетел что еще нужно атомную станцию атомную станцию ядерная ракета еще нам нужна но не дадут ну это да в свое время все вывезли я уже думаю надо было одну оставить может на нас тогда бы больше внимания обращать ну может быть да с другой стороны я иногда думаю что когда-то вот настолько непредсказуемая политика и многое зависит от того с какой ноги встал человек то хорошо наверное когда у страны нету двух вещей я об этом много раз думал это ядерного оружия и Сибири ядерное оружие для внешнего мира и Сибири вот для нас с вами там чтобы нас туда отправлять на выселчу вот поэтому так как есть слава богу ну да договорились то есть да бодливой корове бог кровов не дает на этой оптимистичной относительно оптимистичной ноте мы наверное будем заканчивать спасибо большое Юрий Иванович вам спасибо друзья мы были на проекте сильный разговор спасибо большое за внимание следите за анонсами оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш новый канал потому что старый с 1 марта мы закроем всего хорошего до новых встреч